Елочки из яркого фоамирана на фоне синего льда рядом с пингвинчиками с блестящими пайетками и искрящейся переливающейся лентой на катке. Девять работ, каждая из которых эксклюзивна и неповторима, потому что в каждую вложено детское сердце, старание и желание сделать своими руками что-то волшебное. Говорят, на одну такую картину уходит всего 45 минут, но сегодня ребята работают в команде, а это многое меняет. Кто-то занимается тем, что дыроколом специальным делает какие-то узоры, кто-то готовит пайетки для работы. В общем, когда мы работаем сообща, у нас работа спорится, мы друг с дружкой помогаем. Эти ребята – воспитанники Бобруйского детского дома. Здесь живут 40 девчонок и мальчишек от 4 до 13 лет. Каждый со своим характером, привычками и интересами разными. Общее у этих ребят только одно – вера в чудо. И огромное желание когда-нибудь найти своих маму и папу, которые обязательно полюбят, станут самыми родными, всегда защитят и поддержат. И чудеса ведь действительно случаются, но об этом чуть позже. В канун Рождества в этом детском доме ждали особых гостей. В гости к своим новым друзьям хоккеисты из команды президента отправились с рассветом. В это время в Бобруйске уже готовились к волнующей встрече. Для наших детей даже более важно внимание, чем подарки. Им как раз таки не хватает внимания. Именно поэтому наши дети всегда с любовью, с трепетом даже готовятся ко всем праздникам. Они хотят понравиться, показать какие они умелые, артистичные, умные. А на час утра решили по-спортивному. Не зря, ведь в подарок ребятам в первую очередь привезли коньки. Для мальчишек – хоккейные, фигурные для девчонок. Пока гости шнуровали ботинки и надевали хоккейную амуницию, дети устроили самый настоящий допрос с пристрастием – триумфику – талисману президентского спортивного клуба. Ешь овощи. А морковку? Ешь морковку. И вот она, долгожданная встреча с гостями. Ребята сразу же нашли общий язык и очень долго рассказывали друг другу свои секретики. Хоп. И здесь крест-накрест. Хоп. И бантик. А после дружно вместе взявшись за руки отправились на лед. Мастер-класс от игроков команды президента, за плечами которых сотни, а то и тысячи матчей на самом высоком уровне. Согласитесь, дорогого стоит. С этого момента ребят было уже не удержать. Взрослые им подстать. Как будто на мгновение серьезные мужчины вернулись в свое детство. Носочком чик толкнулась. Ножку прямо одну оставила, чуть-чуть согнула в коленке. Нужно всячески любыми средствами поддерживать эти стремления детей, которые они здесь демонстрируют. Просто на сердце очень классно. Душа радуется за таких детей. Часа явно не хватило. И ребята совсем не хотели покидать лед. Они с головой погрузились в эту атмосферу. И некоторые даже уже выстроили планы на большое хоккейное будущее. Когда у меня будет получаться, я буду приезжать и тебе показывать. А пока здесь есть хорошие тренеры. Вот видела, две девочки в команде играют уже. Вот. Ты начнешь заниматься, кататься. И потом в будущем попадешь в эту команду. Будешь играть хорошо в этой команде. А потом тебя пригласят в национальную сборную Республики Беларусь. Одними коньками команда президента, конечно же, не ограничилась. Гонять с ветерком ребята теперь будут на новеньких велосипедах или самокатах. Крутить сальто на батутах. Развивать логику и мышление с помощью головоломок и специальных игр. Играть в дочки-матери с такими вот куклами. Все подарки адресные, исключительно по необходимости. Финансовую помощь от президентского спортивного клуба получит и сам детский дом. Потому что помогать тем, кто в этой помощи очень нуждается, это уже традиция со своей длинной историей. Хоккеисты команды президента в канун Рождества каждый год меняют хоккейную экипировку и становятся настоящими волшебниками с подарками. Они спешат к детям, которые особенно нуждаются в нашем тепле, любви, внимании и заботе. Если честно, то мы не знаем, как пройдет каждый год рождественская традиция. Потому что вдохновители для нас это сами дети. Хочу взять на себя ответственность и, наверное, призвать организации учреждения обычных граждан Республики Беларусь по возможности приходить, оказывать помощь, а самое главное, дарить внимание этим детям. Они особенные и мы им нужны. Поэтому в первую очередь хотел бы сказать слова благодарности президентскому спортивному клубу, который уже не впервые, а традиционно оказывает внимание и помощь разным подобным учреждениям. Будьте осторожны! Вот и он! Привет! Чеширский кот в компании Алисы, Безумного Шляпника и Красной Королевы, герои сказочного представления, затянули в свою историю всех без исключения. Танцы, конкурсы, песни и приключения. Огонь сегодня горел не только на сцене, но и в сердцах каждого ребенка и взрослого. Отличная атмосфера, праздничное настроение у детей у нас. Мы рады здесь оказаться, помочь деткам где-то получить те эмоции, которых им, наверное, не хватает в обычное время. Каждый из детей, там где-то вот, вторая сына девочка была, он даже просто хотел обняться, получить какое-то такое важное просто объятие, там, тем больше, чем подарок. Потому что подарки они получили, они их отвезли на скамейку, им хотелось больше, наверное, пообщаться, покататься с нами, провести как-то время. Когда даришь добро и любовь, в ответ получаешь во стукрат больше. Без подарка сегодня не остался ни один из гостей праздника. Картины, в которые каждый ребенок вложил свои эмоции, трудолюбие и любовь, станут самым ярким напоминанием о маленьком детском доме и его воспитанниках, где каждый ждет долгожданного чуда и искренне верит, что оно когда-нибудь случится, как случилось с маленькой девочкой Алиной 9 лет назад. Я придумала клип, который мы реализовали со всей командой. В клипе снялась девочка из этого детского дома. Для меня очень было важно, чтобы ребенок был именно вот из этого места, потому что это энергетика, которая присуща детям, которые воспитываются в таких домах. Ее не сможет сыграть ни один артист, ребенок, насколько он талантлив бы не был. И я очень счастлива, что эта прекрасная девчонка, которая снялась у меня в клипе, она действительно обрела свою семью, и она счастлива в этой семье. И мне кажется, это очень хороший знак и надежда для всех тех детей, которые по воле судьбы так получилось воспитываться в детских домах. Я взрослый человек, конечно, я верю в чудо. Я верю в чудо больше, чем эти дети. В главном эфире Елена Горельчик, Алексей Петров, Сергей Корнеев и Анзор Тужаев.